Добрый вечер! Вы смотрите программу Вести Хакасия в студии Татьяны Донцова. И вначале коротко о главном. Ажиотажный спрос на землю. Молодежь штурмует департамент градостроительства Абакана. На скамье подсудимых 9 человек. Сегодня суд вынес приговор преступной банде, которая грабила магазины и заправки. Село Борец осталось без детского сада. Здание признано аварийным. Сколько продлится ремонт, никто не знает. Жару, которая продержалась в Хакасии три дня, сменят сильные дожди, грозы и град. Уже к концу сегодняшних суток и завтра в течение дня по республике прогнозируются ливни с усилением северо-западного ветра до 13-18, местами до 25 метров в секунду. Возможны обрывы линии электропередачи, линии связи, повреждения крыш, подтопления пониженных участков местности. Поселок Комунар в Ширинском районе и без природных стихий. Уже больше суток остается без электроэнергии. Света нет в жилых домах, больнице, школе, детском саду. Частично приостановлена работа Комунаровского рудника. Всего без света вынуждены обходиться порядка двух с половиной тысяч человек. Провода оборвались накануне. Обрушилась одна из опор ЛЭП, идущая от Шира. Дежурные бригады энергетиков обнаружили место аварии в 15 километрах от поселка, на берегу реки Большая Сыя. Деревянная опора сгорела из-за возникшего пала травы и кустарника. Но подобраться туда ремонтникам сразу не удалось из-за болотистой местности. Всю ночь опасный участок дороги укрепляли скальным грунтом. Работала тяжелая техника Комунаровского рудника. Работники предприятия тоже привлечены к восстановлению электроснабжения. Дорогу сегодня отсыпали. С утра человек около 50 техника у нас. Лахтовка, погрузчик, бульдозер, автовышка, автокран. Ну все машины, длинномер с лесом, опору под опору. Вот сегодня, думаю, что к ночи должны ликвидировать. Население, в принципе, водой обеспечено. Мы подключили дизельные станции, резервы, которые у нас есть. Ну, район в резерве еще держит одну дизельную станцию. Ну, не зимний период, поэтому котельные стоят. В общем, пока только света нет. По словам главы сельсовета, авария практически не сказалась на работе социальных объектов. Детсад находился на ремонте. В больнице задействовали свою дизельную станцию. В школе проводится экзамен. Отсутствие электроосвещения этому никак не помешало. Огромное скопление народа наблюдалось сегодня утром. Кому здание департамента градостроительства Абакана. Более сотни молодых людей, в прямом смысле слова, встречали рассвет на улице. Оказалось, такой ажиотаж далеко не случайен. В причинах разбиралась Олеся Калиниченко. Закон о бесплатной раздаче земельных участков молодым семьям Верховный совет Хакасии принял в конце мая. Можно сказать, что с сегодняшнего дня чиновники от слов перешли к делу. Начался прием документов, а, соответственно, и официальное формирование очереди. Уже к 10 утра в списке желающих построить дом и жить на земле около 400 молодых абаканцев. В 4 утра я приехал сюда и 286-й записался. Какие-то списки составили. Пока вот стоим. Надо уже ехать работать или 3 дня бомжевать. Ну, я думаю, что раз ограничений нету, до конца года, 13-го, я так думаю, список подойдет мой. Я получу сейчас так заведомо предназначающий мне, наверное, может быть. Помимо списка очередников, люди составили график дежурства на крыльце департамента. Горожане готовы ночевать на улице, лишь бы не пропустить кого-либо без очереди и, главное, не прозевать свою. Такая щепетильность вполне обоснована. По словам специалистов, в формировании очереди будет играть роль не только дата подачи заявления, но и часы, а также минуты. Именно поэтому документы, несмотря на огромное количество народа, принимают лишь в одном окошке. Прием осуществляет один специалист. Связано это с тем, что каждый гражданин, подавая заявление, получает на своем экземпляре отметку, по которой ставится не только дата приема заявления, но и время. Поскольку в порядке очередности заявления будут зарегистрированы в окошке, именно в таком же порядке граждане будут получать ответы, какой номер у них будет очереди для приобретения земельного участка. Собственно говоря, подавая документы, молодые семьи получают лишь номер очереди. О конкретных участках пока речи не идет. На сегодняшний день в департаменте градостроительства уже полторы тысячи заявлений от разных категорий граждан, претендующих на землю. В городе таких площадей нет. Столица рассчитывает на помощь Усть-Абаканского района. На сегодняшний день рядом с поселком Зеленое, Воскомитет предоставил нам земельные участки только для многодетных семей. На сегодняшний день для молодых семей в этом районе участки еще не предоставлены, поэтому о количестве говорить прежде всего. В этом году правительство республики обещало выделить и раздать тысячу земельных участков. Со следующего года планируется раздавать по три тысячи на дело в год. Так что главное встать в очередь. Рано или поздно землю дадут. Так прописано в законе. Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Сегодня начался прием апелляций по результатам ЕГЭ по русскому языку. В Хакасии экзамен сдавали почти 3,5 тысячи человек. Минимальное количество баллов, установленное Рособорнадзором – 36. Эту отметку не преодолели 26 человек, или 1% от количества сдававших. Всеми раздали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. В списке отличников ученики Абакана, Черногорска, Сайнагорска, Верхоскиза и Устинокопьевской школы. Из выпускников прошлых лет только три человека за экзамен получили пятерки. В селе Борец закрывается детский сад. Эту неприятную для многих новость сообщили нам местные жители. Основания, говорят люди, вполне понятны. Садик находится в аварийном состоянии. Однако родители и воспитатели обеспокоены другим вопросом. Сколько может продлиться реконструкция дошкольного учреждения? Из Ширинского района Юлия Константинова. Тихий час. Малыши сладко спят, не подозревая, что уже на следующей неделе группы распустят, садик закроют на неопределённый срок. Именно неопределённость заставила родители, воспитатели и даже представители сельсовета прийти на стихийное собрание. Причина – экспертная комиссия признала состояние помещений аварийным. У меня маленький ребёнок, три года будет. Если ждать три года, то пойдёт в школу уже без дошкольного образования. Дома всё равно мы такого не дадим, как здесь. И стихи, и песенки, и всё. Мой ребёнок уже выпустился нынче. Сейчас заплачу. Он с двух лет ходил в этот детский сад. У меня ни один ребёнок, больше нет детей пока что. Мне вот за эти ход. Обидно, очень обидно. Все мамы сядут дома. Так работы нету. Они работают на курорте, кто в Ширай ездит. Лишь бы детей оставляют в садике, сами уезжают работать. А если не будет в садике, и сядет население. У нас и так нету работы. И ещё это закрыть последнее, да вы о чём? Село тогда вообще будет погибать. Судьба больше 40 семей на Волоске. Не только из Борца, но и из Власи, Вагаджи, Сонского, Спирина. Воспитатели тоже останутся без работы 13 человек. Проблемы серьёзные, социальные и финансовые. Ведь капитальный ремонт детского сада по приблизительным подсчётам обойдётся в 22 миллиона рублей. В бюджет района такие средства на 2013 год не заложены. Из-за крыши у нас закрывает садик. Она находится в аварийном садике. 3 миллиона рублей. Что сделано администрацией района? Значит, на крышу уже изготовлена проектная смертная документация. То есть какие-то шаги определённые есть. Единственное, что сроки, сроки, сроки. Это очень печально будет, если бы там было 2 года, 3 года и так далее. Мы решительно, конечно, против этого. Есть печальный опыт. Детские сады в близлежащих сёлах сначала тоже были закрыты, потом разграблены, разрушены до основания и восстановлению теперь не подлежат. Если сегодня найти хотя бы 3 миллиона на ремонт вот этой кровли, то последующие можно проводить поэтапно. В этом заинтересованы и воспитатели, которые не потеряют работу на длительный срок. И родители, чьи дети будут ходить в детский сад на полёк. И администрация села, где социальная напряжённость снизится значительно. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, Двести, Хакасия. Полмиллиона рублей перевела мошеннику специалист банка. По предварительной версии следствия, молодая женщина устроилась в отделение в Подсинем совсем недавно. 6 июня ей позвонил неизвестный и представился начальником. Под предлогом обучения специалиста денежным переводом он давал пошаговую инструкцию, выполнив которую, женщина должна была перевести полмиллиона на счёт отделения банка в Санкт-Петербурге. В итоге крупная сумма действительно поступила в северную столицу России. Только не юридическому, а частному лицу, личность и местонахождение которого в настоящий момент устанавливаются. Предположительно, речь идёт о жительнице Санкт-Петербурга, ранее судимой за подобные мошеннические действия. Сегодня ночью полицейским пришлось применить табельное оружие. В Сорске около 4 часов утра при задержании преступника, совершившего квартирную кражу, сотрудник отдела вневедомственной охраны произвёл три выстрела. Один в воздух, два на поражение. В результате 30-летний неработающий мужчина, которого и пытались задержать, получил огнестрельное ранение бедра со скольчатым переломом бедренной кости. Сейчас он госпитализирован. Жительницу Абакана обворовал квартирант. Хозяйка частного дома по улице Курочкина сообщила в полицию, что за время отсутствия жильцов пропали золотые украшения и ноутбук, общей стоимостью более 40 тысяч рублей. При этом дом был по-прежнему закрыт на навесной замок, окна остались нетронутыми. Хозяева рассказали, что во Времянке у них проживает арендатор – 33-летний мужчина. Оказывается, он специально пронаблюдал, куда хозяйка прячет ключи, когда уходит из дома. И как только люди уехали, он в обеденное время без труда вынес их личные вещи и продал в ломбарды города. После совершения преступления ключи он положил на прежнее место. В содеянном подозреваемый признался, ему грозит до шести лет лишения свободы. В Хакасии завершился громкий судебный процесс. Его участниками стали 9 человек в 7 до 30 лет. Молодые люди по одиночке и группами совершили более 20 преступлений. В основном нападали на магазины и АЗС. Сегодня Абаканский суд вынес приговор. Из зала заседаний Наталья Гармашова. Главный мотив – хищение чужого имущества. В течение года 13 парней в 7 до 30 лет совершили 25 преступлений по одиночке и группами. На счету кражи, грабежи, 9 разбойных нападений на АЗС и торговые павильоны. Из 13 человек до суда дошли 9. С четверых в связи с примирением сторон обвинения были сняты. Оставшихся на скамье обвиняют по многим статьям Уголовного кодекса. Самое серьезное – 162-е – разбойное нападение. Орудовали бандиты в Хакасии, на юге Красноярского края. Выбирали для грабежа преимущественно объекты, которые располагались на окраинах населенных пунктов. В магазины и на заправочные станции проникали в масках. Операторами АЗС и продавцами были женщины, а значит не могли оказать сопротивление. После ареста обвиняемые свою вину признали, активно сотрудничали со следствием. Расследование Уголовного дела объемом в 40 томов длилось более года. Окончательно назначить наказание в виде 5 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судья, когда приговор уносил, он практически всем применил, 64-ю статью. Это редкая удача. Наказание – лишнее предела. По статье «Разбойное нападение» обвинение предъявлено пятерым молодым людям. У них самые большие сроки – от 4 лет 8 месяцев до 9 лет колонии строгого режима. Юрия Иванова в зале суда освободили из-под стражи. Ему назначено уголовное наказание три года. Еще двух осужденных ждут исправительной работы – около 200 часов. Обжалование приговора, данный вопрос будет окончательно решаться только после получения копии приговора. Что касается адвокатов, то большинство приговором довольны. Сами же осужденные имеют право обжаловать приговор. В сегодняшний день 20 ученикам республиканских школ запомнится на всю жизнь. В торжественной обстановке на заседании правительства Хакассии им вручили официальный документ – паспорт гражданин России. Отбор кандидатов был серьезным. Учитывалось не только учеба, но и достижения в общественной жизни. В числе приглашенных – спортсмены и музыканты, победители различных фестивалей и олимпиад, будущие художники и литераторы. Кстати, несмотря на юный возраст, здесь уже есть молодые управленцы. Те, кто сегодня является президентом класса, руководителем секции и детских объединений. Но главное, с этого дня они являются полноправными гражданами России. Я истинно желаю вам новых завершений, удивительных открытий, приятных встреч и волнующих событий только со знаком «плюс». Но всегда помните, что везет тому, кто везет. И правила из физики. Буравчика, помните? Чтобы продвигаться, надо вертеться. Экологическая акция «Оберегай» прошла в поселке Черемушки. Саяна Шушенская ГЭС провела ее совместно с волонтерами, туристическим клубом, а также представителями заповедника «Шушенский Бор». Подробнее о проделанной работе – наш следующий материал. Арина Сафина живет в Красноярске, однако каждое лето приезжает к бабушке. Рассказывает, в Черемушках очень красиво. Лес, река, свежий воздух – не то, что в мегаполисе. Это богатство надо ценить и беречь. На каждой берега я записывалась. Надо помогать природе, потому что мы и так много уже загрязнились своими заводами и тому прочее. То, что обязательно нужно. Ценный приз «Фотоаппарат» был вручен девушке в награду за активную позицию. То, что волею судьбы стало тысячным участником экологической акции среди всех филиалов компании «Разгидро», которая финансирует оберега уже в течение 9 лет. В этом году больше тысячи мешков мусора было собрано по берегам водосливов российских гидроэлектростанций. В основном, как в Черемушках, школьниками. Жалко, что приходится убирать. Вроде как люди должны приезжать на водоемы сами, то, что привозят с собой увезти. Но, скажем так, может быть, стыдно будет перед детьми. В принципе, это их же дети убирают территорию водоемов. Больше 140 юных добровольцев в этом году вызвались навести порядок на берегах Енисея и территории поселкового пляжа, где даже до наступления сезона мусора много. Бутылки, целлофановые пакеты, бумага. Олеся Пахомова набрала полный мешок. Нельзя загрязнять природу. И нужно правила соблюдать. К такому выводу пришли все без исключения участники акции, которые, надо отметить, не только с пользой провели время, но и с большим интересом. Ведь юных активистов научили ставить туристическую палатку, провели мастер-класс по изготовлению так называемых арт-объектов. Территория Черемушкинского пляжа преобразилась, а в центре появилась надпись. Название экологической акции и призыв к отдыхающим. Оберегай. В Минусинске заложена аллея звезд, единственная в России. Минувшие выходные ее пополнили еще тремя именами лучших спортсменов страны. Среди них Дмитрий Вишневский из Абакана. 20-ти кратный чемпион Красноярского края по самбо и двухкратный чемпион Советского Союза. Победитель международных турниров подзюдо в Сибири, Испании, Японии и Грузии. Таким образом отметить своего земляка решили минусинцы. Бывшие спортсмены, которые по своей инициативе не только заложили аллею, но и традицию вековечивать имена людей, чьими успехами можно гордиться. Мы родились в городе Минусинске. Мы здесь росли. Я здесь рос. Все. Ну кому-то надо поднять этих людей, чтобы это... Ну не будем же... Вот как прекрасно у вас в Абакане. Ну и нам же тоже хотелось. Ну не получается, может, у кого-то что-то. Но все равно мы же стараемся тоже вывести. Чтобы город хоть знал своих мастеров спорта, искусства. Вот сейчас по медицине там надо. Есть у нас козлов заслуженный мастер. То есть этот хирург. Этих тоже надо ставить. То есть, чтобы не забывали. Не забывали традиции, как говорят. А я здесь рос. Здесь мои деды. Отец. Все здесь были. Я и должен же. Кто-то должен же это делать. Мы все это делаем. На сегодня у меня все. Напомню, телефон редакции Вести Хакасия 22-72-82. Мы ждем ваших звонков. Я желаю вам удачи и до встречи в эфире.